Всем привет! Сегодня у меня в гостях Александр Горенюк. Кстати, меня зовут Владимир Калаев. И Александр согласился дать мне короткое интервью, буквально 5 минут, потом нам обоим надо бежать. И вот вопросы, которые я подготовил, думаю, для вас будут интересны. Как раз если вы сейчас думаете начать свой бизнес в интернете или заняться интернет-предпринимательством, Александр, вот он действительно, сколько, как давно ты занимаешься этим? По бизнесу? Ну, вообще в интернете один год. То есть он буквально за год, с нуля, сделал уже какие-то результаты. Вот, Александр, если вот наши читатели вообще, если вот человек хочет начать свой бизнес в интернете, но вот боится или не знает, вот какие ты можешь дать советы, рекомендации, как вот взять и сделать это? Каждый из нас может решить какую-то проблему. И сейчас предложение превышает, точнее спрос превышает предложение, когда у большого количества людей есть какие-то проблемы и у кого-то есть их решение. Найдите у себя, вот в чем вы можете помочь вашим потенциальным клиентам, вашей целевой аудитории. А может быть вы через что-то прошли, может быть вы приобрели какую-то интересную информацию, полезную. Или у вас есть какие-то кейсы, или вы готовы быстро эту информацию получить, например, прочитать 10 книжек по вашей теме. То есть, по сути, нужно понять, как я могу помочь людям, да? С этого все начинается, да. Как я могу быть им полезен. А вот сейчас большое множество в интернете предложений, типа я вас возьму, там проведу зарпу к миллиону в инфобизнесе. Ну вот, и я на своих семинарах тоже видел у людей в глазах какое-то недоверие, что вот, а вы все обманываете, вы просто соберете деньги. Вот, ходил ли ты на какие-то такие тренинги, и вот что ты можешь по этому поводу сказать? Кому доверять, кому не доверять? Я советую смотреть на результаты этих людей, кто вас обучает. Например, конкретно вот я запускаю тренинги, самые крупные тренинги на консалтинг на миллионы рублей. И, конечно же, я не мог бы этого делать, если не владел этой информацией, не владел технологией, как это делать, не мог бы с ней поделиться с кем-нибудь. Одно дело знать, другое дело еще и обучать других. И у меня уже есть довольно-таки хороший опыт по обучению. У меня есть клиенты в коучинге, которых я лично навожу до результата запуска. Ну, то есть, если выбирать, то смотреть по результатам, да, а не по славам? Конечно, конечно, потому что это совсем разные вещи. Еще вопрос. Вот если человек-тренер, в принципе, уже и ведет, ну, только оффлайновые мероприятия, как ему, ну, здесь, наверное, вопрос в голове, да, как ему взять, вот, сделать, перешагнуть этот барьер из оффлайна и перейти в онлайн? Просто многие думают, что я вот в оффлайне зарабатываю, зачем мне этот онлайн нужен? Как вообще вот онлайн-тренинги могут быть полезны и, наоборот, сделать хуже? Вот как ты считаешь? Если вас нет в интернете, пусть вы даже очень крутой оффлайн-тренер, как Радислав Гондопас, то вы теряете большее количество продаж. Очень большое количество вашей целевой инвентарии сидит в интернете. Они в разных регионах. Вы не можете, если вы будете пахать, как Папа Карло, ездить по всем регионам, выступать, проводить тренинги, то вы, во-первых, себя загоните, во-вторых, вы потеряете ту возможность, что можно провести один вебинар или один тренинг сразу же по всей России или странам СНГ. И это делается очень просто. Сейчас интернет решает. Если вас нет в интернете, до свидания. То есть вы не получите такой прибыли, которую получают интернет-тренинги. Давай, до свидания, да, если вас нет в интернете. Спасибо, Александр. Было очень приятно поделиться информацией с нашими читателями, слушателями. Еще раз в конце сделаю резюме. Первое. Найдите то, чему вы можете обучить или вообще помочь людям. Второе. Если вы хотите взять себе тренера, который доведет вас, посмотрите на его результаты, попросите показать цифры, конкретный процент и так далее, чтобы вы точно понимали. И третье. Если у вас нет в интернете, то давайте до свидания. С вами был Александр Горенюк. И Владимир Калай. Да. И до встречи. Пока.